В Архангельске началось одно из главных деловых событий года – региональный торговый форум. На площадке агентства регионального развития в онлайн-режиме обсуждают ключевые вопросы потребительского рынка. Мои коллеги поучаствовали в первом дне работы форума. По ту сторону экранов онлайн-форума более полторы тысячи участников, а в агентстве регионального развития два представителя федерального Минпромторга, что говорит о внимании к форуму и региону со стороны правительства страны. И сегодня они поделились стратегией роста ритейла и бизнеса. Принимательское сообщество постепенно приходит к тому, и государство это полностью поддерживает, что нужно развивать кооперацию уже на новом уровне. Как на Западе в том числе, как было до революции. Кооперация в том числе торговцев, объединение торговцев с производителями с целью оптимального сбыта. И вот здесь у вас в области есть прекрасные примеры такой кооперации, настоящей кооперации. Вот за этим будущее. В Архангельской области в сфере торговли ведут свою деятельность больше трех с половиной тысяч организаций и около десяти тысяч индивидуальных предпринимателей. А это более семи тысяч объектов розничной торговли. Среднегодовая численность занятых в отрасли – около девяносто тысяч человек. Сегодня была достаточно неплохая стратегическая сессия. На самом деле сегодня предприятия потребительского рынка могут претендовать на льготы по аренде помещений, по налоговым льготам сейчас будут рассматриваться в областном собрании депутатов, в том числе изменения в законодательстве. И, в общем-то, с учетом той пандемии, которая сегодня есть, мы рассматриваем совместно с Министерством экономического развития, с Агентством регионального развития, где можно помочь бизнесу и какие льготы им можно предоставить. Мы прорабатываем возможные меры поддержки, то есть смотрим, где есть необходимость, так, чтобы наиболее конкурентные предприятия, малый бизнес, мог получать такую форму поддержки, как оцифровка продукции, описание продукции, продвижение. Отметим, такие открытые диалоги бизнес-сообщества особенно важны сегодня, когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на жизни всех и существенно ограничила контакты и сотрудничество. Завтра форум продолжится. Участников ожидает серия семинаров и мастер-классов на площадке Поморской хорики. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29.